Ребята, всем доброго дня! И в этом обзоре я хочу поговорить про еще один интересный проект, а именно это будет Drive. Что такое Drive, если говорить в двух словах? Это дестерализованная платформа для езды на велосипеде NextGen. Причем, более того, она работает, понятное дело, на блокчейне, и она, в общем-то, расширяет возможности для водителей, ну и также для пассажиров тоже. Это такие общие слова, и теперь перейдем к более подробному описанию данного видео. Ну, во-первых, мы видим, что есть много партнеров у данного проекта. Это EOS.IO, EOS.X и, допустим, EOS.Robin и так далее. Также довольно высокий рейтинг у этого проекта. Вот, допустим, на ICO Bench, я же специально перейду, покажу вам рейтинг этого проекта 4.5. То есть, как вы сами понимаете, рейтинг очень высокий. Ну что ж, возвращаемся, как говорится, к нашему описанию. Так вот, Drive, если говорить чуть более подробно, является рейтинг- bidding на велосипеде, в общем-то, и она, соответственно, планирует разрушить существующую бизнес-модель и также устранить корпоративных посредников, которые вовлечены в транзакции. Вообще, хочу сказать, что данная платформа для еды на велосипеде, она создала новую, по сути, парадигму для индустрии езды на велосипеде. И они являются, по сути, первой платформой в данной нише, которая демонстрирует все возможности доциализованной экономики езды на велосипеде. Понятно, что для этого всего используется, конечно же, технология блокчейн. Также хочу добавить, что менее, в общем-то, чем за десятилетия существует уже более 16 тысяч платформ криптовалюты, 1600, вернее, платформ криптовалюты, которые созданы на блокчейне. Но, тем не менее, более 90% из них, они без какого-либо практического применения, и они просто, в общем-то, служат для во многом того, чтобы реализовать какие-то такие локальные несерьезные цели. Здесь же у нас все конкретно и все четко, то есть проект создается с явной целью, в общем-то, по сути, для того, чтобы улучшить структуру, собственно говоря, вождения. Также драйв решает некоторые проблемы, ну вот, например, отсутствие трехсторонне стимулированной экономики, то есть водители, разработчики и райдеры. Вот, что же такое решение, то есть как они будут это все бороться с этим. То есть они, в общем-то, будут предлагать инновационный и целостный подход к оценке услуг, которые предоставляются водителями, и, соответственно, вознаграждать этих самых водителями. Также будет поток обработки платежей, то есть мы видим здесь, вот как будет происходить циркуляция, собственно говоря, на данной платформе. Ну, тут достаточно все просто и понятно, озвучивать, пожалуй, не буду. Также видим распределение токенов и, соответственно, распределение средств. Ну, вот про токены мы видим, что 50% на ICO, публичную продажу, 10% на частную продажу, 10% на основателей, 5% на команду, 3% на баунти и редроп, 5% на развитие, социальные стимулы 10%. Распределение средств, 30% разработка, 25% маркетинг, 15% на юридические аспекты, 5% на резерв и 25% на операции и офисы. Также видим здесь, что можно почитать о проекте в прессе. Далее видим основные компоненты данного проекта. Ну, допустим, отмечу то, что здесь нет комиссии. Вот, то есть, драйв нацелен на смещение акцента существующих платных платформ на дестерализованную сеть. Также они будут стимулировать социальную платформу, то есть, драйв предоставляет дополнительные стимулы для пользователей своей сети. Также управление, то есть, драйв верит в демократическое увеличение участников сети и принятие финансовых и операционных решений для платформы. И также безопасность. То есть, ну, понятно, что безопасность стоит на очень высоком месте, потому что важно понимать, что вы должны быть защищены, в общем-то, при любом проекте. Ну, и также здесь видна архитектура данного проекта. Да, идет дорожная карта. То есть, мы видим, что идея платформы появилась примерно полтора года назад, в первом квартале 2018 года. Вот, далее был сделан дизайн, запуск сайта. Это примерно год назад, в втором квартале 2018 года. На третий квартал 2018 года была подготовка к листингу Drive. Далее разработка дестраизованных приложений различных. То есть, альфа-версия, допустим, появилась дестраизованного приложения. Ну, и, собственно говоря, что нас идет дальше. Третий квартал 2019 года, то есть, это уже, по сути, перспективы. Это, собственно говоря, уже запуск проекта. Ну, а далее будет развитие и улучшение технологий, и рост в глобальном масштабе. Это все на первый квартал 2020 года задумано. Это последний этап, который есть на данный момент в white paper, или нет, в white paper, да, на странице сайта, в описании дорожной карты. Далее видим команду данного проекта. Ну, тоже можете с ней ознакомиться. Вот есть, опять же, такие ссылки на профили в разных социальных сетях. Вот специально тоже перейду, покажу. То есть, это реальные люди, да, и мы видим, что при желании можно с ними пообщаться. То есть, вот, допустим, с Max, с Gravit можно обсудить какие-либо вопросы. Ну, что ж, возвращаемся далее. Возвращаемся к главной странице. Тут, опять-таки, есть инвесторы данного проекта, есть консультанты. Вы тоже можете с ними ознакомиться. Я на этом, пожалуй, останавливаться уже не буду. Далее видим, что в СМИ есть разные тоже сведения о проекте. Ну, вот, допустим, BlockNomid, CoinRepublic, Locked и CoinsInfo. Тоже там можно почитать информацию. Далее идут вопросы о проекту Drive. Ну, давайте просто покажу вам. То есть, опять же, таки, разбирать их не будем, потому что мы, в принципе, обсудили все основы проекта. Но какие-то детали подробные можете уже сами изучить уже и без меня. Ну, тем более, многие вопросы достаточно логичные. Ну, вот, например, есть ли у них токен. Ну, очевидно, что токены они выпускают. Это довольно просто и очевидно. Ну, и здесь мы видим в конце контакты для связи с данным проектом. Ну, и в конце, допустим, адрес мы видим, да, что проект находится в Лондоне. Тоже, кого это, возможно, интересует, тоже можете с этим ознакомиться. Ну, что ж, на этом, пожалуй, я буду завершать данный обзор на проект Drive. Спасибо за просмотр и до новых встреч.